Моя царь, сын, если так духами. Отец наш небесный, Духом Святым собрал ты нас здесь. И мы ради подвига Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Который умер за нас на кресте от поносной смерти и воскрес ради нас. Господи, благодарим Тебя за все Твои благости и милости, которые Ты нам даровал. Даруй, Господи, нам Слово Его, которое распространилось во всем мире, среди людей, которых Ты, Господи, оправдал Сам. Позволь, Господи, и нам быть этими людьми. Даруй нам, Господи, никогда не отступать от слов всех, дарованных нами. Помоги нам, Господи, милостью, в изучении Тебя слава за все Отец и Святой Дух. Аминь. Продолжаем нелегкое занятие по изучению Слова Божьего. Вот как специально назрели у Тебя судей, вот вся Библия какая, вот мы с Вами прошли вот столько всего, видите. Во-первых, мало времени для прохождения. И, ну, мало времени, но в основном мы очень много останавливаемся на всем. Для чего? Я хочу, чтобы Вы увидели, как глубоко Слово Божие неповерхно станет для изучения. И его нужно изучать, его нужно понимать, что это Божие. И Слово Божие, оно всегда сопряжено с сегодняшними событиями, которые происходят с нами в любой момент. Даже вот не то, что там в масштабе государства, там земли, всей вселенной. В масштабе просто наших жизней. Просто даже живот заболел у тебя, ты уже должен знать. Или не помолился, или сожрал что-нибудь не в тот день. В постный, допустим, заглонул там мороженку. Или еще что-нибудь. И всегда нужно уже думать, а почему, Господи? Как обычно показывают там какой-нибудь фильм про войну, там ничего обычного. Американский какой-нибудь. И там у него попала пуля. И он такой, ау, ау, и такой, за что же мне? Да, милый ты мой, за что? Ты воюешь, за что? Ты пришел с автоматом. Со мной это не должно было произойти. Там умирает в горах, там альпинист показывает, замерзает. Это со мной не должно было произойти. А почему не должно-то? Ты сам туда лез в эти горы. Там холодно, знаете ли. А в пещере темно. Споткнулся, башку разбил. За что мне? Да подожди, ты что без фонарика пошел? Темноту-то. В подвал идите, фонарик берите всегда с собой. Или свечку. Да еще аккуратненько, а то там метан может быть. Как долбанет, а потом 700 шахтеров погибло бы. За что, господи? Ребята, ну, вы знали, куда лезете. Поэтому всегда есть ответ, за что. И вот этот ответ в Библии. За что? Не внимания. Во-первых, не молились. Пошли, не отвлеклись от сатаны. Без Бога не до порога. Не забываем об этом. Вот настали тяжелейшие времена для, не только для нас. Вот в книге Судей описывается, как умирает Иисус Навин и нету лидера. Нету духовного лидера. Никто не может поднять знамя, как некогда Моисей передал Иисусу Навину. И что Господь? Господь выбирает Судей. Вот как об этом описывается все это. И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иусеев. И брали дочерей к себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их. И служили богами их. И сделали сыны Израилевы злое пред дочами Господа, и забыли Господа, Бога своего. И служили Ваалам и Астартам. Почему? Потому что жены или мужья были из тех племен, вот этих евеев и гиргесеев, которые служили вот этим идолом самым. Поклонялись камням, каким-то статуям поклонялись, каким-то деревянным изваяниям, каким-то природным явлением, как японцы сейчас поклоняются горе Фудзиями. И они развратили сердца искренно верующих иудейских дочерей и сыновей. О чем это говорит? Говорят, ну, а можно мне там замуж выйти за мусульманина? Он такой хороший, вина не пьет, такой прям молодец, работает, у него денег много. Я у него буду третьей женой. Можно выйти за мусульманина? Маленькая самая сразу. Нельзя за мусульманина выходить замуж. А идут, идут, лезут туда. А за безбожника можно выйти? Ой, он такой хороший, он такой красивый, он такой кучерявикый. Да у него такие костюмы хорошие. Нормальный он, мужик, хороший. Машина у него есть. И что? Хорошая есть. Как что? Ну, все нормально, значит? Будет тебя возить? Не мама с папой уже, а мужик хорошенький. А он безбожник. Закончится все ничем. Обычная история. Если только кто-то из пары неверующий, все заканчивается неверием. Редко, когда удается победить верующему человеку. Почему? Ну, потому что неверующий, он спит, ест что хочет, делает что хочет и так далее. И это привлекательно. Это как бы образ свободы. Мы свободны от всего божественного. Паститься не надо. В любой момент жри колбасу. Хоть сколько, хоть жареную, хоть пареную. А колбаса это очень много, значит. Или пельмени. Я могу сказать, что у нас есть вот братья некоторые, которые перед тем, как, ну, когда с ними разговаривали о Христе, они принимали все. Потом, когда доходило дело до постов, говорили, о, нам никогда не быть с вами вместе. Почему? Я без творога с молоком жить не могу. Я только мне нужен творог и молоко. Но я хочу сказать, что этот человек победил себя. Он сейчас в общении и здесь с нами. И это неоднократно такое было у нас. Ну, кое-кого нету уже, конечно. Но вот про кого я говорю, вот здесь. Я не буду фамилию называть. Но вы знаете, что это очень сложно. Побеждать такое дело. У меня вот бабушка была. Она со мной ругалась только во время поста, когда не было молока. И ругалась до такой степени, что вымыло меня из дома. Вот никакие родные чувства не помогли. Или молоко, или пошел вон. Все, пришлось уходить. А? Вот так вот аллегории какие встречаются. И вам все предстоит пережить. И вы будете между выбором веры и свободы, вот этой мнимой, и свободы во Христе. И послушайте, что дальше. И воспылал гнев Господень на Израиле. И предал их в руки Хусар Софема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилю Хусар Софему восемь лет. Вот, захватили все. Вроде бы все нормально. Господь оставляет там язычников все равно некоторое количество. И язычники опять покоряют евреев. На этой земле уже обетованную. А чего им не хватило-то? Все, победили. Представьте, сколько народов сокрушили Моисей с Исусом Новином. Ну, казалось бы, победа. Вот как вот сейчас русские войска победили немцев, фашистов? Победили? Вы что молчите-то? Победили в 45-м году? Кто знает об этом? Что в 45-м году победили фашистов? Все, ты знаешь? Да, победили. А теперь давайте посмотрим на нашу жизнь, на жизнь этих фашистов, которых победили. Кто лучше живет, Германия или Россия? Россия. А что в России, березовый сок или воздух чистый в Сибири и на Колыме? Мерседес или Лаза? У тебя, у вас какая машина? Я не знаю. А что-то так плохо-то? А у папы какая-то... Ну, не русская же. Не знаю. Не знаешь? Не русская. Нет. У него там большая стена, но нет русской. Понятия не имеешь? Вот счастливые люди, понятия не имеют, какая машина. Мерседесы, да Вольвы у вас. Да нет, Женька. Нет, у нас не Вольвы, не Мерседесы. Шкода. Шкода. Не Мерседеса, Шкода. Сейчас у бабушки. А был Форд. Сейчас Шкода. А был Форд. Форд была американская, а теперь чешская. А чехи тоже хорошо выпускают машины. Все, да, импортное, все. Вот оттуда все идет. Вот так вот. Машины-то ихнее у нас. Победители, побежденных. Ну, и где лучше живется? Хорошо там живется, у кого одна нога, да? А мне здесь лучше живется. Конечно. У тебя есть папа, слава верующие. Они говорят на русском языке. Нам очень повезло, что мы православные. Вот в чем дело. Я русский. Да, экономически, конечно, немцы нас победили по полной программе. Они социалистическую ГДР к себе взяли, ФРГ. И сделали настоящую единую Германию. С отличной экономикой. Просто. Где люди живут жирненько, сытно. Но будет ли там вера? Вот в чем дело. Не понятно. Ну, пусть напишут глухо. И не попереводить. Да ничего, ничего, пускай попереводят. Потом придешь. Про машину рассказывают. Про машину рассказывают. Так вот, у твоего папы не русская машина. И что? А импортная машина. И что? Тех, которых мы победили, машина. И что? И что? И что? И то. Девак. И у всех, кто приехал сейчас у нас тут в храм Божий, кроме меня, у всех импортная машина. Понятно? Но когда мы ее купили, там внутри очень сильно воняло. Ну, понятно. Должны же какие-то бонусы быть. Стоит живо отца москвич. Какие-то бонусы должны быть у нас. У кого-то чайник. Понятно, что у кого-то. Так вот, продолжаем дальше наш разговор. Вот, это еще ничего не значит, кто победил. Вот евреи победили. Победили. А ничего не смогли привнести они духовного в жизнь этих народов. А почему? Почему? Потому что правильно. Сами они не были искренне верующими. Поэтому было легко их развратить. И чем все заканчивается? Гневом Господним. А гнев в чем? Захватили теперь в рабство тела их. И они работают теперь на этих язычниках. И вот. Кто хитрый-то? Евреи. Ох, и обхитрили они сами себя. Так же, как и русские, кстати. И тогда возобили сыны Израилевы к Господу. И воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их. Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева. На нем был дух Господень. И был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар-Сафема. И предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского. И преодолела Рукаева Хусар-Сафема. И покоилась земля сорок лет. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Вот судья. И начинает Господь поставлять судей. То есть, чем отличаются судьи от пророков? Судьи они судят, а пророки они... Пророчат. Молодец. Непосредственность твоя нас всех очень покоряет. Заметь, все твои сестры, которые постарше сидят, очень серьезно. Потому что они понятия не имеют, в чем отличие. А ты сразу одним движением меча расчеркнула всех. А пророки не судили. Моисей не судил. Иисус нами не судил. Судил. Да. Ну а почему же они, вот судьи, а не пророки? Потому что единовременно Господь вкладывает в них дух. Дух свой дает им, этому человеку. И он становится лидером. И он делает правильные поступки для народа. Почему он называется судья? Он рассудил, что народ поступает неправильно. А этот один только человек знает, как правильно поступать. И он объединяет израильтян на основе этого именно постановления Господня, приказа, закона, канона. И Господь дает право победить. И они даже малыми силами побеждают. То есть разбили войска этого Хусасофема Месопотамского. Кстати, что такое Месопотамия? Это территория между веками Тигр и Ефрат. Отлично. Великолепно просто. Именно так Месопотамия. Это Месопотамия, это не значит, что бегемор, гиппопотам бегает по мясу. Нет. Это географическое название. Совершенно правильно. Поэтому, когда вы будете сдавать какие-то экзамены и будет созвучие каких-то иностранных слов, никогда не кидайтесь, как отвечать на него. Я вот один раз кинулся, тройбан получил. Потому что надо знать конкретно тему, о чем говорят технократы неправильно. Технократы, технократы, это же любители техники прогресса в техническом плане. А я взял и сказал совсем наоборот. Что они борются с этим, с прогрессом. Мне тройбан вылепили за незнание. Я потом, извините, простите там. Ну, уже было поздно, тройка так засияла. Поэтому, Месопотамия. Ну, так ее просто назвали, Месопотамия. Что тебе сделаешь? Блин, зачем? Что такое? На мясе? Нет. Вот, Господь берет любого человека, верующего человека, и переносит его, ну, делает его пророком и переносит его в то место, где идет война. Ну, война была в земле обетоварной. Да, да, в земле обетоварной. Господь видит праведника. Господь видит сердце наше. Вот сейчас Господь присутствует здесь и видит наши сердца. И уже сейчас закладывается в наших сердцах понятие о Боге, правильное или неправильное. А это все будет потом со временем. Культивироваться в вас. Культивироваться значит возрастать. Возрастать. Или возрастать, или наоборот затухать. И через некоторое время мы увидим, кто наши, а кто не наши. Вот Игорь Третьяков сколько тут был с нами? И Юля, и дети, Чады их. Сколько? Долго были с нами? А теперь их нету. Почему нету? Задаемся вопросом. Почему нету людей? Потому что не пришли. Потому что не приходят. А от этого, говорит, мы узнали наши или не наши. Хочешь ты встречи со мной или не хочешь? Хочешь ты встречи с возлюбленным женихом своим, душа твоя, или не хочешь? Возлюбленный жених Христос. А мы невесты. Наша, каждого из нас душа, невеста Христова. Даже я вот мужик уже, бородой, дядя Сережа. А наши души невесты Христовы. Невеста. Ну это такое аллегорическое понятие. Понятно? Так же, как и аллегорическое понятие, что судья спаситель веры является. Судья спаситель веры. Веры Господня. Он рассудил веры. Правильно рассудил, да. Потому что Господь ему Духа вложил в своего святого. Но вложил почему? Потому что он праведник. Почему Ноя один остался? Потому что он праведник. Что такое праведник? Значит, до того, как в него был вложен Дух Святой, он не пил и не курил и не блудил где-то по заковукам. А жил в честной жизни, думая о Боге, молясь ему. Вот в чем дело. То есть, пророк не просто какой-то человек. А нужно потрудиться для этого. Брат, потрудиться нужно. Прям потрудиться. Нет. На гитаре играть тяжело же было вначале? Сейчас полезче уже? На баяне это тяжело? Тяжело. Сейчас очень легко. Вот так. На пианино как тяжело было вначале? Помнишь? Все, все столь не очень легко. Ну, понятно, потому что ты все сложнее и сложнее. Я тебя понимаю. Нет, я к тому, что ты уже по-другому эти сложности идут. Гаря, тяжело было с ребятами вначале? Нет. Больше сил Бог не дает. Да. Тоже верно. Ну да. Но трудиться надо. Однозначно. А я хочу на гитаре играть. Хочешь на гитаре? Да. Тарас, я вам тебя научу. На гитаре. Я помню, как я из кафе вырезал ее. Лера вырезала такую вот. Вот главное не то, что мы хотим или нет. А главное, талант этот в нас проявился от Господа или нет? От Господа. От Господа. Мы узнаем от Господа. Я пока тебя не вижу здесь. Ты песнопения вообще никаких не поешь. Значит, на гитаре ты будешь играть? Чего ты будешь играть на гитаре? Если тебя тут нету с нами на песнопениях. Я не могу эту навочку здесь. Мы бы тогда вместе с вами спели. Привет вам, Христова, цветущее племя. Дальше. Кто повторит? Магу повторит. Цветущее племя. Ну ты можешь еще цветущее. Это уже корни пустившее племя. Или мох. Рожденная в буре великой судьбой, Вас грозно встречает последнее время, Зовет на последний решительный бой. Стеною стальную полки боевые, Неверье ведет к вам на лютую брань. Так сдвиньте ж теснее ряды молодые, В решительной битве никто не отстань. Вот это, у вас внутри все это должно Холод пробирать до самых пяток. Потому что это вы должны идти вперед. Вы молодое племя христианское. Неверие ведет к вам на лютую брань. Вы еще не понимаете, А уже все подступает к вам. Все ближе и ближе. И вот он там будет, это, ЕГЭ там или что. И вы выходите в эту жизнь. И посмотрим, что дальше там с вами будет. Без прикрытия родителей. Без прикрытия Духа Святаго. И заколбасит по жизни. Как евреев. И тогда вспомните, может быть. Кто вспомнит, тот победит. Слово Божие. И покоилась земля 40 лет. И умер 40 лет земля покоилась. 8 лет они были под гнетом. Когда их заставляли работать на кого-то. Возопили Господу. Господь дает судью. Судья воздвигает правильное движение. Люди начинают молиться Богу. Собирается армия во имя Господа. И побеждают. Победили. И Господь дает вам мир. И забыли на 40 лет, что такое война. Вот у нас сейчас Господь дал нам мир. И вот мы забыли, что такое война. Уже больше 40 лет. С 45 года мы не знаем, что такое война. Это просто великая милость Господа. А мы думаем. Господи, а за что нам это? А теперь видим за что. Для того, чтобы сокрушился коммунистический строй. Атеистический. Строй невежества мракобесия. Строй бесовщины. Строй гонения на веру. И теперь дальше что? А дальше теперь ваши свободные, свободные уже души должны принять Христа, говорит Господь. Сколько лет Он даст? Ну вот непонятно. С 91 года сколько лет прошло, считайте. Вот Господь пока дает это время, чтобы люди обратились к Нему. Сейчас явная аналогия идет с этими событиями, которые были тогда. И это было несколько раз. И глядите, что дальше было. Сыны Израилева опять стали делать злое предачами Господа. И укрепил Господь Еглона, царя Моавицкого против израильтян, на то, что они делали злое предачами Господа. Он собрал к себе всех амонитян и амонититян, и пошел, и просил Израиля, и овладели они городом Павел. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавицкому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул дежавю, называется, повтор какой-то идет опять, да? Опять получили по соплям евреи, потому что не верили в Бога. Опять они возопили. Никакая гордость тут уже не помогла, пришлось возопить. И у нас все это тоже будет. Не забывайте, что Господь имеет к нам рычаги. Какой рычаг главный? Какой? Что? Ты сама рычаг? Какой? Главный рычаг это наше тело. Тело наше. Да, пойдут болезни, пойдут скорби различные. Причем скорби даже странные могут быть. Кажется, что это не скорбь никакая, а богатство. А это будет страшная скорбь. И Господь будет всем и бедностью и богатством вас будет пробирать. Он еще просто до вас не добрался. Вы пока живете под покровом крыл своих родителей. Ну и Христа, потому что они молятся за вас. Когда останетесь одни, по полной программе вы познаете израильтяну. Будете вопить потом. И будете по телефону звонить. Мама, помолись за меня. Того-то мне не хватает, того-то мне не хватает. Вера ушла от меня. И будете получать благословение от родителей своих. В Слове Божии. И в молитве. И дальше. Возопили и Господь возле кого-то. И вот этот, а вот он такой, глядите, как интересно. А вот сделал себе меч с двумя стриями. Длинный, локоть. И припоясал его под плащом своим. К правому бедру. И поднес дары яглону царю Моавицкому. И яглон же был человек очень тучный. Тучный, то есть, ну, очень объемный такой, здоровенный, как американцы. Когда поднес аот все дары, да проводили людей, принявших дары, то сам возвратился от истуканов, которые долгали, и сказал, у меня есть тайное слово к тебе, царь. Он сказал, тише. И вышли все от него, стоящие при нем. Аот вошел к нему, а сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал, аот, у меня есть к тебе слово, Боже. Яглон встал со стула, аот простыл левую руку свою, и взял меч с правого бедра своего, и вонзил его в чрево его. Так что вышла за острием и рукоять. И тук закрыл острие, ибо аот не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел аот в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул. И когда он вышел, рабы иглоном пришли, и видят, вот двери замкнуты, и говорят, верно, он для нужды в прохладной комнате. И ждали довольно долго, но видели, что никто не отпирает двери горницы. Взяли ключи, отперли, и а господин их лежит на земле мертвый. Вот так вот спас. Все, да? Спас еще один судья, а вот не знаю как. Ну что ж, Богом, помоги Христовым. Всегда побеждайте супостаток Бесовских. С Богом. Спасибо, Христовым. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, Христовым.